Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13, и сегодня я жителям вот этим вот красивым новогодним хочу вам кое-что показать. Но прежде чем я это сделаю, я очень сильно хочу зажечь огонёк на ваших экранах, чтобы вас немножечко согреть. Если вдруг кто не знает, то это три комментарии с прошлого ролика, которые не набрали ни единого лайка. И если именно ты хочешь попасть в завтрашнее видео, опускайся в комментарии и пиши любой свой интересный прикольчик. И если он не наберёт лайка, он обязательно попадёт в завтрашнее видео. А о чём сегодняшний ролик будет, ребята, я думаю, вы уже по превьюшке и по названию догадались, но я вам сейчас ещё это и в Майнкрафте покажу. Вы только посмотрите на этих супер новогодних снеговиков. Это просто жесть. Семь абсолютно разных, ребята, всех цветов радуги снеговичков. И, по сути, нам сегодня нужно выбрать правильного снеговика, чтобы выжить, ребята, в этом супер новогоднем ролике. Праздник уже действительно близко, остаётся буквально две с половиной-три недельки, если честно, мне даже не верится. Буквально вчера, мне кажется, я сидел, ребята, и просто не мог. Включал кондиционер, думаю, господи, как же жарко. А сейчас я, наоборот, включаю кондиционер и говорю, господи, как же холодно. В общем-то, ребята, кондиционер штука довольно-таки полезная. Естественно, я предлагаю вам начать с красного, потому что он идёт первый, ребята. Давайте пока что проверим. Так, каждый охотник желает знать, где голубой, получается, сидит фазан. Ну, в принципе, да, действительно все цвета, и всё-таки нужно начинать с красного. По сути, мне нужно подойти, ребята, нажать на него правой кнопкой мыши. Господи, боже мой, я даже ещё не начал ролик по-нормальному, меня уже куда-то телепортировало. И, судя по всему, ребята, нас выбросило в какое-то тоже новогоднее испытание. Блин, как тут всё красиво оформлено. Посмотрите, гирляндочки висят, керамика выложена. Блин, просто супер! И комната вся полностью красная. Но, в принципе, это логично, поскольку это был красный снеговичок. Ладно, давайте разберёмся. В сундуке нас встречают редстоуновые блоки, редстоун, компараторы, я так понимаю... А, извиняюсь, повторители. И, судя по логике, ребята, нам нужно это всё сделать так, чтобы каждая лампочка зажглась. И открылась вот эта самая дверь. По сути, мы, конечно, можем немного считерить, поставить сюда редстоуновый блок, да и всё. Однако, это будет максимально нечестно. Ладно, окей, давайте попробуем сделать, ребята, всё по уму. Так, смотрите. Ну, пока ничего сложного я не вижу. Устанавливаем сюда повторитель. Здесь немножечко, ребята, устанавливаем редстоуны. Снова повторитель. И самое главное, чтобы каждая лампочка зажглась. Если я, конечно, всё правильно понимаю. Так, ну, вот здесь вот, наверное, нам нужно сделать как-то вот так. Или... Блин, а как эту лампочку поджечь? Можно, конечно... А, наверное, вот так. Наверное, просто нужно подвести редстоун. Всё не так уж и сложно, ребята, как кажется. Так, хорошо. Окей. Подсоединяем всё. Подпитываем, подпитываем, подпитываем. Каждая лампочка должна активироваться, ребята. Супер новогоднее настроение мы должны с вами включить. Это сюда. Вот эту лампу надо тоже активировать. Это можно сделать, в принципе, вот так. И теперь, по сути, дверка должна открыться. Да, замечательно. Только одна лампочка не загорелась. Но, судя по всему, не сильно-то она и нужна была. Здесь какая-то кнопка, и нас просто возвращает домой. Судя по всему, мы с вами прошли испытание этого самого красного снеговика. И теперь, по сути, нам нужно подойти к оранжевому. Ладно. Ладно, чувак. Без проблем. Здорово, дружище. Опа. Снеговик оранжевый. Твой новогодний подарок. Спасибо большое, дружище. Так, подождите. Вот этот редстоун мы с вами убираем. Порщины тоже. Это нам не нужно. Нам выдаются, ребята, следующие пять предметов. Это элитры. Снежки, целый стак. Новогодняя елочка. Череп скелета в шапке новогодней. Ладно. И какой-то грузовичок. Кстати, он тоже, знаете, в такой, ну, новогодней расцветочке. Давайте я сейчас его установлю. Вы посмотрите. Знаете, как эльфы. Вот такой оранжево-зелененький. И с красными вот такими вот красивыми вставками. Можно сюда, в принципе, загрузить подарков и развозить своим друзьям на этот прекрасный праздник. Также у нас есть новогодняя елка, которой так не хватает в нашей деревне. Я предлагаю вам поставить ее куда-нибудь вот сюда. Вот так вот замечательно ее сюда вставить. И смотрится она здесь довольно-таки круто. Не хватает, конечно, подарков, ребята. Но, как говорится, все будет. Еще не вечер, еще не Новый год. Сам по себе череп смотрится довольно-таки, кстати, по-новогоднему. Обычно черепы, ребята, ну, боятся их. Но я сейчас очень рад, что он у меня есть. Выглядит забавно. Ну и, конечно же, какие-то супер-новогодние элитры, которые упакованы в какую-то специальную новогоднюю штучку. Посмотрите, они все вот так вот из леденцов состоят. И, по сути, они даже, скорее всего, работают. И, ё-моё, да, они работают, ребята. Все нормально. У меня все получилось. То есть вот эти прикольные подарки я оставлю у себя дома, ребята, чтобы их нигде случайно не потерять. А черепок повешу куда-нибудь вот сюда, пускай моих гостей пугает, чтобы, как говорится, дома у меня не засиживались. Так, слушайте. Лишнее можно, в принципе, выбросить в лаву, потому что всякие поршни и так далее и тому подобное мне вообще не нужно. Все, до свидания. А снежочки оставлю, потом с жителями сыграю. Потому что, ребята, это действительно супер по-новогоднему. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из вас уже, там, делал снежную бабу, лепил снеговика или же играл в снежки. Мне будет очень интересно почитать. Потому что, скажем так, опции у меня такой нету. Снега просто не хватает на улице. Так, красного мы посмотрели, оранжевого тоже на очереди вот этот желтый паренек. Нажимаем на него и начинается. Очередная, блин, телепортация, которая проходит, благо, довольно-таки быстро. Так, здесь у нас какой-то паркурчик. Блин, как все по-новогоднему. Звездочки какие-то, ребята. Тоже гирляндочки. Все в шапках. Очень, очень здорово. Я надеюсь, что такие ролики прививают вам новогоднее настроение. У меня где-то еще снежки взялись, но, в принципе, ладно. Наша с вами задача довольно-таки просто звучит. Пройти паркур. И у меня с ним большие проблемы. Но я надеюсь, что мое сегодняшнее, ребята, приподнятое новогоднее уже настроение поможет мне пройти его абсолютно с первого раза без каких-либо ошибок. У меня есть еще семь лестниц, которые я, очевидно, должен куда-то установить. Только самое главное — дойти до этого момента. И, как я понимаю, мне их нужно поставить на какой-то блок. Однако пока все у меня получается и без них. Что меня, естественно, ребята, не может не радовать. Так, пробегаем просто на одном дыхании. И вот где мне... А, лестницы не нужны. Я думал, нужно вверх подняться. Но здесь кнопка, которая... Да, опять возвращает меня домой. Это было очень легко, ребята. Супер легко. И параллельно с этим довольно-таки весело. На очереди вот этот вот зеленый токсичный красавец. Я уже готов на него нажать. И, судя по тому, что он не выдает мне подарки, как только я к нему подхожу, мне нужно на него нажать, и начнется телепортация. Попав еще одно испытание, ребята. Не знаю, пригодятся ли мне тут лестницы. Возможно, мне их выдали заранее. Но здесь у меня удочка. Удочка в супер... Тоже в новогодней комнате. Дверь какая-то. Так, подождите. Мне что, рыбачить, что ли, нужно? Или я не понимаю? Походу, мне нужно, ребята, удочкой натыкать вот эту вот самую нажимную плиту или кнопку, или что-нибудь подобное. Я просто переживаю, что буду делать это слишком долго. Я-то не подозреваю даже, где это может быть плита находиться. По сути, мне нужно протыкивать каждый, ребята. Абсолютно каждый блок. И рано или поздно, по сути, я должен попасть в эту самую нажимную плитку. Либо же дверь должна вовсе удалиться. Давайте, в общем-то, немножечко потыкаем. Потыкаем, потыкаем, потыкаем. Дверка пока что не открылась. Значит, слушайте. Мне кажется, где-то по центру. Значит, нужно взять куда-то подальше. Что было, это, знаете, менее логично, что ли. Опа, вот сюда еще. Просто параллельно с этим я боюсь, что у меня удочка сломается, ребята. У нее осталось довольно-таки мало ХП. Или, может, задача вообще ее поломать. И, подождите. Дверь осыпалась. Интересно, давно ли она это сделала? Я что, тут зря столько времени простоял? Я хотел это все быстро пройти. Блин, как круто. Вы посмотрите, как здорово здесь все продекорировано. Вот такие вот елочки высажены красивые. Блин, супер. Естественно, нажимаем на кнопку, ребята. Возвращаемся домой. И... Ой, как здесь все все-таки здорово. Как же я обожаю, ребята, новогодний Майнкрафт. Удочка нам не нужна. Лестницы давайте тоже выбросим. Снежки, пожалуй, оставим. И будем сейчас переходить к другому. Уже к голубому снеговичку. Я очень надеюсь, что сейчас там будут все-таки предметы. Потому что от испытаний я, если честно, порядком устал. Поэтому очень сильно надеюсь на то, что они меня порадуют. Это оставшиеся три снеговика. Подходим к нему. И да, украшение самое главное. Говорит нам этот снеговик. И дает нам тоже пять предметов. Это вот такие вот, ребята, непонятно что. Подождите, это... Это вроде гирлянда. Подождите секундочку. Ну-ка. Да-да-да-да-да. Посмотрите, это супер красивая гирлянда. Также пять новогодних сундуков. И принтер. Который, кстати, упакован по-новогоднему. То есть его, по сути... Так, подождите, давайте его поставим. Его, по сути, подарить кому-то можно. Вот такие вот красивые голубые вставки. И он упакован в подарочную штуку, ребята. Это супер. Это просто супер. Можно будет потом подключить его к компьютеру. Также у нас есть... Да, та самая новогодняя керамика, ребята. Можно где-нибудь, например, заменить землю. Или заменить булыжник для супер-новогоднего настроения. Или, например, давайте, поскольку за лопатой не хочу возвращаться. Сделаем вот такую вот быструю небольшую дорожку к нашей новогодней ёлке. Выглядит всё-таки получше. А если ещё по кругу обложить? Ё-моё, как же это будет здорово. Печка с носочками. Я это лучше отнесу домой к Ромчику. Куда-нибудь вот сюда. И сундук поставлю тоже сверху. В принципе, почему бы и нет. Остальные сундучки и гирлянды можно раскидать где-то по деревне. Чтобы новогоднее настроение, ребята, появлялось у всех жителей моей деревни. Хотя, судя по их шапкам, ребята, оно у них уже давно присутствует. Но на свой дом я тоже, конечно, хотел бы повесить фиолетовую. Но у меня её нету, поэтому повешу вот такую. Как же круто оно будет ночью переливаться. Окей, я это всё пока что оставлю у себя в инвентаре. И хочу подойти теперь к синему, ребята. Ну-ка, дружище, а ты мне что расскажешь? Что ты мне расскажешь? Вот! Можно использовать как подарки. Ты спрашиваешь? А-а-а! Я, кажется, понял. Он подарил вещи, которые, по сути, можно передарить. Например, это вот такой вот красивый синий диван. Давайте я его лучше возле лавы ставить не буду. А поставлю пока что куда-нибудь вот здесь, чтобы на него, так скажем, посмотреть. Выглядит, выглядит, ребята, достойно. Представьте, вот такое кому-то подарить. Хотели бы такое себе на Новый год? Я, если честно, бы не отказался. Поставил бы и играл в приставку. Вот такие вот цифровые часы. А вот это, я, знаете, пожалуй, оставлю себе. Потому что этот дурацкий будильник меня уже достал. А вот часики, часики, которые на фоне ещё выглядят вот так вот по-новогоднему, мне, если честно, очень нравятся. Также есть какой-то мешочек, в который можно что-то положить, ребята. Вот это, пожалуй, пригодится на подарок. Ну и по стандарту уже, знаете, вот такие вот... А, это не гирлянды, это вот такая вот мишура, ребята. Тоже выглядит довольно-таки красиво. Кузнице Роме и непосредственно самому Ромчику это точно понравится. Потому что в его скине синий цвет всё-таки присутствует. Обалденно, ребята. Просто супер. Подарки мне очень нравятся. Остаётся последний снеговик, и это фиолетовый. Мне очень интересно, чем это видео закончится. Поэтому, взяв, ребята, в руки всю свою новогоднюю силу, я к нему подхожу, нажимаю, и всё-таки да. Всё-таки это снова испытание, которое... Блин, ну как же всё-таки красиво продекорировано. Ну вы просто посмотрите на это. Ну, просто заглядение какое-то. Здесь у меня, я так понимаю, железная броня, которую я могу взять. Это типа подарок от него такой или что? Ладно. Окей, давайте приоденемся и выгляжу я, если честно, смешно. У меня наушники вот такие вот забавные. И, в принципе, сама броня. А вот там... А вот там, ребята, у меня проблема. Проблема в виде эндерманов. Никакого скрытого сундука я здесь не вижу, поэтому... Ооо, ладно. Ладно. Ладно, ребята. Я придумал, как с ними драться. Я придумал. Смотрите, туда заходить даже не нужно. Их просто нужно перебить через вот эту вот дверь. Знаете, как фирма в эндер-краю, которую делают там люди, которые очень долго выживают. Они просто стоят на одной точке и эндерманы не могут их достать. Я, в принципе, сейчас буду делать примерно то же самое. Меч у меня, конечно, для этого, мне кажется, немножечко слабоват. Однако я не расстраиваюсь. Так, замечательно. Еще один эндерманчик. Получай. Получай, получай, получай. Загрили еще немножечко, ребята. Начинаем их вот так вот тыкать, тыкать, тыкать. И из кого-то, я уже видел, выпал рычаг. И, по сути, если сделать хороший марш-бросок, у меня получится прорваться вот к той железной двери, которую видно вот там вдалеке. Я поднимаю рычаг, но мне кажется, ребята, они немножечко против. И вряд ли они меня выпустят. Но, ладно, постараемся, постараемся, ребята. Все-таки Новый год, и его нужно спасти. Окей, держи. Блин, слушайте, они, кстати, не очень больно бьются. Они не очень больно бьются. Поэтому нужно прорваться, прорваться, прорваться. Открываем. А, блин, не открывается дверь. Не открывается дверь. Ладно, хорошо. Придется, придется драться. Придется драться. Ломаем рычаг. А, не могу. Ладно, ребята, это было сложнее, чем я думал. Я немножечко протупил и поставил неправильно рычаг. И из-за этого мне придется теперь их всех перебить до конца. И закончить уже начатое. Все, замечательно. Теперь спокойно разрушаем рычаг, двигаем его на один блок вперед, нажимаем на кнопку и возвращаемся домой. С кучей подарков, ребят. С кучей хорошего новогоднего настроения и с прекрасным роликом на канале. На который, я надеюсь, вы уже поставили лайк. А если этого не сделали, сделайте это прямо сейчас. И заодно напишите комментарий, чтобы иметь возможность попасть в завтрашнее видео. Напоминаю, что попадают только три комментария, у которых нет ни единого лайка. Это очень важно. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем, ребята, новогоднего настроения. И пока-пока.